Амбиции Репорт это не там, где Спейс кого-то напорол, а там, где была интересная сюжетка Какая-то драматичная игра Главное, чтобы была драматичная игра Чтобы там Демон Принц вылупился, пошел в атаку на Калдер Драйга И Калдер Драйга его... А как же длина? Длина Демон Принца? Меня это не волнует, честное слово Ну вот, обыграл ты меня Я, например, смотрю все с позицией истории Вот, я проиграл в таком-то турнире Кто будет об этом помнить, там, буквально через некоторое время А через... У тебя столько видео, что... Помнить будут все Оно все заснято, Спейс, все Я даже репорты не помню, там, которые были когда-то Тебе запомнят В ключ так, нихрена, мы по такой партии играли В ней было такое, ничего себе Но есть люди, у которых амбиции есть Расскажи, вот как, что ты чувствуешь? Ну, как тебе объяснить? Мне, допустим, вот сам Вархаммер, да, он не так сильно интересен, как Там, вселенная, да, там, как Бек, даже как Минки То есть, Минки мне, в принципе, нравится, но все равно это немножко не то, для чего я туда пришел Вот, мне интересна именно сама игровая система То есть, мне интересно сравнить, как бы, свой вот Уровень владения всем этим делом с оппонентом То есть, ну, ты даже делаешь не только напырить, а именно красиво сыграть То есть, в качестве примера можно привести... Красиво напырить? Не обязательно даже напырить Понимаешь, можно проиграть, но так, что это будет красиво Ты что на нас ругаешься, ты наркоманник, когда мы по-красиво проигрываем А? А? Потому что... Раки добывают Зато красивые раки Красивые раки, красные, да, такие яркие, короче Вот Просто, ну, я, в принципе, вот я сколько себя помню, да, я всегда любил какие-то соревновательные вещи Потому что, ну, не знаю, ну, по-моему, это как-то, ну, довольно естественно Имеет желание сравнить свои возможности с другими и, как бы, получить удовольствие от победы, да Это прикольно, это классно, это какие-то положительные эмоции вызывает Вот Естественно, когда-то я играл, там, просто в компьютерные игры, да, там, и потом я, там, в World of Warcraft на аренах бегал Вот, там, и в Starcraft играл одно время, и в Warcraft играл, что только не делал Вот Вот, а, как бы, сейчас, вот, то есть это такая нишка, да, которая, ну, для меня навсегда должна быть Вот сейчас я занял Warhammer И, как бы, занял уже довольно прочно надолго, я думаю, еще долго продлится Вот, и, как бы, в свой первый турнир я пришел где-то в партию, наверное, на пятую То, что я такой, о, блин, турнир, это же классно, это надо, вот, это можно, там, пободаться Вот, и сразу занял, по-моему, что-то, ну, какое-то центральное место, там, типа, в середине Вот, понял, что, ммм, вроде я, значит, я, наверное, что-то могу Вот, и дальше пошел уже развиваться как-то Вот, ну, естественно, дальше амбиция, это вот, ну, собрать свою команду, собственно, чего получилось там Занять какие-то места сначала на региональных турнирах Вот, потом, соответственно, на крупных, международных Какие-то заняли Ну, хоть, ну, слушай, мы вторые были, мы третьи были уже неоднократно То есть что-то, в принципе, есть Первые пока не были, вот еще пока нам это предстоит, надеюсь Это только на мелких были Ну, на мелких были, да, но, как бы, на крупных не занимали Вот, то есть, как бы, в личном, в сольном зачете, да, я, в принципе, уже там достаточно позанимал Чтобы это уже не так меня парило У меня там уже и кубки есть, там, и что только нет Вот, а в команду вот пока, к сожалению, мы еще не добились Вот, но зато, например, вот в этом году я съездил на ТЦ Это еще один такой, знаешь, пунктик, такая ачивка, что вот съездил Ну, в принципе, конечно, так, средненько выступил, но хотя бы уже прорвался туда хоть как-то И есть куда еще расти, вот Следующий пункт, не знаю, ну, там, вывести тлен на ТЦ и выиграть ТЦ, ну, это такое, значит Ну, как это у тебя работает? Это у тебя потребность какая-то внутренняя? Ну, типа того, да, мне хочется быть лучше, да, мне это интересно, мне хочется развиваться, мне хочется тренироваться, мне хочется как-то вот, ну, идти к этому То, что без вот этого поступательного движения, ну, как-то ты, ну, это превращается из какого-то развивающегося, да, направления в стагнационное, я не знаю, как это можно То есть мне неинтересно просто вот там раз в месяц собираться играть в солдатики, да, я, в принципе, сейчас, вот, например, я очень мало играю вне турниров, да, потому что мне просто, ну, уже не очень интересно играть в партию, где либо заранее я все знаю, да, что, то есть вот, пришел ко мне человек, да, который, допустим, ну, явно играть не умеет и, там, или у него расписка слабая, но даже играть не хочется, потому что, ну, смысла нет А как же ж тренироваться? А какая это для меня тренировка в данном случае? Ну, ты говоришь, что не играешь в меня турниров, а тренироваться-то как? Нет, ну, если потренироваться, то это другое, то есть это, считай, тоже, тоже, как бы, турнирная вещь, то есть там какую-то партию разложить, там, посмотреть, там, может быть, даже не до конца доиграть, а понять, что вот здесь же все, и дальше заново начать попробовать, это другое Вот, я к тому, что, допустим, мне неинтересно просто, вот, типа, собраться, да, там, и поиграть как-то, ну, вот, единственное исключение, вот это, вот, допустим, я был на Ваходаче Вот, там все-таки больше тусовка, чем сам Архаммер, да, вот там прикольно Ну, там все-таки много народу, там, как-то, так, прикольно, ненапряжный формат, который, ну, все равно, соревновательница там остается Она остается, да, то есть мне это тоже было интересно, но при этом... Вот новые рамки, как бы, в которых ты думаешь, как ты можешь себя показать То есть, в принципе, любые рестрикты, да, они не меняют игру принципиально для тех, кто, как бы, ну, на спортивном уровне соображает То есть, вот, та же годнота, это просто, у тебя отрезана часть юнитов со всех фракций, тебе надо просто заново создать все комбы, которые ты пытаешься Просто они, ну, как бы, это дно среди дна, это вот, как, не знаю, в дисфорс-спидах старых, я не знаю, сейчас там есть это или нет Вот, типа, там, класс А, класс Б, класс С, да, то есть, это точно такая же гонка, просто здесь все машины На ведре или на спорткаре На ведре или на спорткаре, да, просто все примерно в одинаковых условиях Вот, плюс, я, например, еще прусь от такого челленджообразной игры, когда, ну, ты заранее поставлен в хреновое условие и пытаешься из этого вылезти, вот К сожалению, конечно, моя основная фракция не особо позволяет так играть, потому что, как бы, ну, вот так Вот, зато я этого поел с Даркальдарами вот так вот, короче, на этот сэр Вот, ну, и, в принципе, я доволен, то есть, я считаю, что я достаточно достойно из этой фракции выжил Ну, хорошо, а, то есть, ты хочешь сказать, что вот фановые какие-то игры, компании, тебе вот Ну, понимаешь, мне они гораздо менее интересны, то есть, это Немного другой вид ощущений, которого я ищу реже и меньше просто Нарратив ковать не про тебя? Нарратив? Нет Мне, конечно, иногда мне это тоже интересно, но это, во-первых, мне в Вахе не так нравится бэком, да, как вселенная То есть, если бы это был нарратив по Варкрафту, например, да, вот это я бы вообще, там, как нифиг делал Или, там, XCOM тот же, да, вот я делал, я с удовольствием делал нарративные миссии, там, компании какие-то, там, веду сюжетку Вот, а просто Вах меня бэком как-то не так привлекает Пожалуй, больше всего, мне в ней раздражает, во-первых, вот это средневековье, ну, как бы стилистика империи Вообще, мне империя не нравится, как стилистика Мне нравится классическая научная фантастика, где человечество, ну, как бы построено на более гуманистических и, не знаю, социалистических, что ли, принципах Или хотя бы, ну, не знаю, там, это вот Гаррисон, да, там, это советские фантасты, типа, Снегова, там, и так далее Вот, то есть, когда, ну, за это хочется играть А здесь просто человечество нарисовано так, что мне лично противно, мне не хочется этим играть Вот, как бы, ну, вот, Вильдары меня зацепили, да, потому что мне, в принципе, нравится эльфийская тематика Мне понравились вот эти вот гравитанки, их очень я зацепился, вот Меня, во-первых, дико бесит, что там очень много отсылок к человеческой культуре Непонятно, откуда они взялись, это никак не объясняется То есть, все вот эти вот иньянь, там, да, на их доспехах, как бы, ну, какого хрена Это люди украли у Ильдара Ну, вот там начали своего родителя Там где об этом написано, это есть такое? Наверное, где-то Ну, вот, по-моему, там это никак не объясняется, вот И как бы, вообще, название там А Ильдары не знают, что у них люди это украли Пикирующие ястрыбы, да, там, пауки, там, еще это явно земные вещи какие-то Они вот очень не в темы, они очень, наверное, ломают атмосферу мира, на мой взгляд Вот это мне, конечно, не нравится Поэтому я, собственно, сейчас вот хочу армию свою вообще переконверсить В что-то совершенно постороннее от Вархаммера Вот, поэтому... То есть, Ильдары... У меня будут Ильдары и эльфы в Варкрафтской Вон чё, вон чё Хорошо, ну, вот Когда ты все галочки поставишь в твоем списке Что дальше? Ты знаешь, мне кажется, что там просто появится новая То есть, я просто Настолько, во-первых, глубоко уже в этом Во-вторых, настолько постоянно это все меняется Что, там, один раз ты, грубо говоря, чемпион, да А завтра тебе надо это снова подтверждать Уже в совершенно других условиях Процесс Вот, то есть, это процесс такой, что Ну, пока не надоест, а надоест мне не скоро Как бы, знаю себя, я в таких вещах залипаю очень надолго И пока, как бы, жизнь не из этого... То есть, хочешь сказать, что у тебя не появится В какой-то совсем другой отдельный список И ты ливнешь Фаосик там Или даже... Абжифо Какую-нибудь, не знаю, овервотч там Овервотч точно нет Ты знаешь, просто вот, допустим, из онлайн-игр я отошел сейчас Потому что, ну, как бы, уже времени особо на них нет, да? И плюс там очень много тратится именно... Ну, не просто много времени тратит, оно еще и постоянно требует внимания То есть, если Ваха все-таки, она такая сессионная, да? То есть, ты пришел, поиграл и дальше спокойно живешь и не дергаешься Вот, а онлайн-игры, они требуют постоянного присутствия Это очень утомляет Ну, я просто много видел людей, которые пришли, быстренько что-то достигли И все, пропали для Ходби Ну, и так... Ну, просто я реально, у меня есть примеры перед глазами Человек вот это, вот это, вот это вот выиграл, все Его, короче, нету Ну, я просто положительный человек такой, что мне... Я долго на всем залипаю И очень долго выхожу из чего-то То есть, вот тот же World of Warcraft, я провел там лет 12, по-моему, в общем раз Тебя вылечили все-таки? Ну, меня тоже не вылечили Я просто перестал играть, когда как бы уже ни времени не стало, ни... Ну, короче, уже... Ну, то есть, ты считаешь, что Ваха сможет тебе подкидывать? Я думаю, что, ну, если они будут так же, как сейчас, да, ее продолжать развивать И плюс, если там все время редакции будут меняться какие-то То пока у меня нет резонно куда-то уходить Плюс на рынке в данный момент нет адекватной альтернативы, я считаю То есть, все, что есть, оно как-то мне не особо интересно Алексей, есть ли у тебя какие-то амбиции? Не знаю, нет ничего, я никогда не играл ни в соревновательные компьютерные игры В онлайн-играще никогда не играл В Ваху я тоже пошел не для того, чтобы всех нагнуть, а потому что мне нравилась стилифика Нравилась и нравится до сих пор стилифика армии И вот на командники, на которые меня тащат в топовых уровнях, мне играть тоже не нравится Потому что там Ата-Израиль творится и вообще А вот скажи, чуть-чуть сразу ставочка, если бы у тебя был уровень Эльдар Орковский кодекс Это что-то поменяло бы? Не думаю То есть, и так же, не тащите меня Не тащите меня Топового Орка Москвы я не хочу Слушай, Орки когда-то нагибали вообще Ну, нагибали, ну и что Я отлично помню, когда в 5-й редакции мы играли нормально Я собрал этот баночный завод Я им поиграл там 2-3 месяца И он меня дико достал, я начал в какую-то дичу пароваться Типа там свелковые Орки на шутарях Ну, одним и тем же ростером играть может по МТУК Эйрис Ну вот И, ну, он выигрывал этот баночный ростер Но он не просто надоел Ну, конечно, хотел играть чем-то Не, одно дело просто, как бы, тупо выигрывать Ну, как такая, короче Одним и тем же и одинаково, да А можно играть совершенно по-разному Тем более, что сейчас, благо, игра Ну, как бы Ну, не знаю Не хочется мне пойти, всех нагнуть, все ману сдернуть Ну, скажи, у тебя Наратив ковать тебе Наратив тебе нравится А у тебя, где-то в других каких-то сферах Лежат твои амбиции Или Ну, вообще Что-то где-то ты хочешь чего-то добиться Или ты просто сидишь гниешь, короче Сидишь 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 Наратив Нет, на самом деле Ну, опять же, Вахиме нравится вот конверсия Мне хочется сделать красиво, круто и все такое То есть То есть Вот Фабийная часть Да Блин, вот классная штука Вот Вот Удивить Удивить Победить Победить А вот именно нагнуть Что Что Я По стукам Всяким занимаюсь Тоже Турниры у меня Куча знакомых ушли в турнирную сферу А мне вот тоже Ну, не нравится Один на один Эти хиты считать Кто Кому больше в ногу настучал Тоже Не очень А вот Какие фановые маневры По стукам Большим Большое количество Но То есть Тебе Процесс Нравится Больше Процесс В любом случае Почти всегда Нравится Больше Результат Это единственное Как логичное Завершение Процесс Необязательно Нагнуть Вообще Тут Дело Красиво Обыграть Оппонента Необязательно Нагнуть Сыграть так Что Ты будешь горд за свою игру Либо придумал какой-то ход интересный Либо Как-то Красиво Там Использовал правила Какие-то Коварный ход Очень коварный Коварный Вот Опять же Приводя в пример Вот О чем я говорю Та же партия Стау На ЕТЦ Я уже про нее много раз рассказывал Но просто Я, например, очень горд Как у меня получилось разыграть Из совершенно Полностью жопной Ситуации В 8 очков Из 20 Вот При Как бы Рольпаке Которые Полностью против меня На этой миссии Вот То есть Когда Вот этот Хитрый чарж Через стеночку Отгородившись от овервотча Перед поставками драконов Перегородить Пайлын Чтобы не могли дальше подойти Вот Вот Просто Ваха В ней очень много вот этих глубоких финтов Таких Которые Ни один новичок их не знает Да Это надо вот уже Вчитываться в правила Надо искать Надо это Хотя бы один раз Либо увидеть Либо придумать самому Найти там где-то Это интересно То есть все вот эти Богоюзерство Да что есть Богоюзерство Это не богоюзерство Это Это Богоюзерство Это называется Использование игровой механики Тонкое использование Игровой механики Богоюзерство Это тоже Использование Игровой механики Не имеет ничего общего с багами Абсолютно Абсолютно Я тут смотрел Пятый сезон А VGN Angry Video Game Nerd Он в начале Обозревает Action 52 По-моему Там Вся говно на этом картриде Последняя игра Cheetah Man Есть Короче ее можно пройти только читами Ну там Это Cheetah Mechanical Поэтому она называется Cheetah Man Наверно Ну там Cheetah Это Пантера Или кто А Cheetah Леопарда 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 Там Типа прыжки Которые Если ты в прыжке удар бьешь И после этого Можешь прыгать Так Попылетел Прыжками А Значит Я согласен Короче с Алексеем Что действительно Ваха на самом деле Вот как она Сама себя описывает Она Не закладывается Именно на Abuse Cheetah Разработчики Да Ее явно такое не видят Но с другой стороны Существует очень большое количество людей Которым интересно именно Вот так играть Которые как бы На этом Строят зачастую Тактику Интересные какие-то ходы Глубокие Которые просто так не придумаешь Еще То есть вот эти вот там Танкшоки До того как их понерфили То есть вот как правильно там Составиться так чтобы суметь То есть вот эти Механики Которые в рыбоке есть Но до них Чтобы их использовать Надо либо Очень хорошо подумать Либо вообще как бы изобрести Как это может работать Вот И вот Мне например интересно так играть Вот Кому-то может быть нет Дело вкуса Как бы дело Ну Из соопыта Репорта Строения Я понял что Вот я Помню такой месяц Было очень Два репорта В одном репорте я красиво Короче Зажал оппонентов лещи Все написали какое говно А во втором репорте меня сжал Андрей Всю партию Короче И Но был типа бэк такой И все такие Вот это круто А вот там это говно Как ты вообще смел Такое вообще снять Упыль короче Вот Я понял что Нарратив Это Плюс Нарратив Ну просто во первых Не всегда он получается То есть бывают оппоненты А также разные Да вот Я совершенно Прекраснейшую партию Поиграл с Ярославом Да На последний раз При этом я допустим Совершенно мерзейшую партию Поиграл там с чуваком из штурвала То есть ну вот никак не Алексей расскажи что-нибудь Он про штурвал рассказывал Ну это понятно Ты расскажешь Он все время что-то рассказывает Пусть рассказывает У него амбиции есть Вот А у тебя расскажешь Отсутствие амбиции У меня точно так же отсутствует Как у тебя Почему точно так же У тебя тоже отсутствует У меня У меня амбиции И как бы Я делаю проект А у тебя Космонавтика В Анголе На тему амбиции Можно рассказать Интересный момент Как Когда в команде Сочетаются люди Которые Хотят что-то И которые не хотят Ничего Они сидят просто Рассказывают В твоей команде Ну вот в моей команде Есть такие люди Которые ничего не хотят А потом Когда их Коучим зовешь Они бегают Куда-то И потом за ними Потому что Вонючие В том краю Так давайте Девочки Брейк Действительно Я видел В примере Команды Волосиков В которой я пришел На последней команде Как Из ниоткуда Амбиции начинают возникать То есть Парни шли абсолютно Без всякого Там Крейс Единственный Кто вообще Что-то хотел Что-то Он бегал там Спаррингами с этими Что-то там Выяснял Какие ростеры Как чего Остальные все Писали что они идут просто Поиграть им Насрать Но Что-то переклинило Что-то пошло не так В эти два дня Потому что бесит Проигрывать Ну вот Причем вот Кстати На тему восприятия поражения Просто как бы Некоторые люди Они по-разному Реагируют на поражение Вот Для кого-то Поражение Короче Все Уныние Короче Я говно Я ничего не могу Да У вас Все время Проваливаются Постоянно В чатике Нытье Не у тебя Команды У них есть Вот Просто как бы То есть кто-то реагирует так Что он сидит и унывает Блин Типа мы говно Мы ничего не сможем Ну и С ним Кому-то Да Да Вот Я подлежу к третьему варианту Который Бесится от поражения Как бы И пытается из него сделать выводы И что-то Поменять Что-то Да Который Мы говно Ничего не сможем Да Мы с сервером А сколько активных Эква активизирует Нет Там Сейчас у нас на самом деле Большинство собралось То есть у нас Сизируется У нас получилась такая эволюция команды Как бы да То есть мы начали допустим Сначала был там Я Аберат Потом Хуан пришел собственно Штрох Вот И как бы у нас Сначала пятерка набралась нормальная Мы только вроде начали тащить И В какой-то момент у нас Хуан дропнулся И как бы Еще и формат переехал на восьмерку Резко У нас получилось что как бы Снова нету Вот последней вот этой части Вот сейчас мы К нам присоединился Энтар К нам присоединился Трактор Вот собственно Импульс Да Вот кстати он офигенная замена Хуана В этом плане То есть вот У нас Хуан был изобретатель короче Который там просто киффинты Выделывал там В совершенно безнадежных ситуациях Сейчас у нас Джек Нога такой Вот он там Он в Йобурге Он снял Тау Снял Вот И убился только вот этот Макбоинг И то Потому что У него как бы хода не было первым Ничего не мог с ним сделать Чисть Вася Макет умеет То есть орками арковем Да и Ну такое короче Вот Собственно Когда Вот в команде Да Есть несколько разных Типов вот этих категорий Особенно когда Превалирует Отношение типа Мы говно Или нам Особенно нам похер Вот это очень печально Потому что Ну Это Очень сильно тормозит Общее развитие Наверное Они еще не отпускают Вольте его просто Вольте его просто Вольте его Вольте его Вольте его Вольте его На второй день Как раз Когда я 2 баранки получил Я просто сидел и думал Какая скучная игра И как Что я здесь сделал Зачем я на этот день Потратил И как потом из этого Сделал Сделал Красивый репорт Потому что Не было Вольте его Вольте его Это излечит Я тоже Сходил и понял Нельзя Это Твое личное Субъективное мнение Вот Я играю Мне нормально Ну мы для того Здесь собрались Что обсудить Все вот эти Разных позиций Правильно? Причем И это не потому что я играю Эльдарами Потому что я играл Дарк Эльдарами На том же Едацеи У меня абсолютно было нормально Я с огромным интересом Отыграл эти партии Ну мы собственно это обсуждали В прошлый раз Когда Рак Каманика обсуждали Что поэтому Не будем опять поднимать Здесь мы все-таки Об амбициях При этом как бы Амбиции разные бывают Есть То есть Ваха все-таки Она не такая Ну вроде как С разных возрастов Но все равно У нас такие люди Там за 20 И ближе к 30 Много Вроде как уже Вся моча в голове Должна была выветриться Слушай Мне кажется Это извечное Мужское Надо с кем-то соревноваться Это практически у всех Я знаю Очень мало людей Которых это отсутствует Или как бы Не сильно выражено Так что То есть У всех есть потребность Какая-то внутренняя В Самовыражении Таким вот образом Что как бы он лучше в чем-то Вот Без этого очень Трудно и грустно жить Жалко этих людей Кстати Саша Рассказал что-нибудь Про Маникально депрессивный Про папу Да Конфликт между сыном Мы тут к сожалению Не можем ничего такого Накинуть Позвони ему Прямо сейчас Все время Звонок другу Алло А поговорить о работе Ну конечно же Я готов Тут отдыхаюсь Срочно Выезжаю И Вроде как Забавно Когда говорят Зачем выяснять отношения На поле Солдатиков Пластиков Это пластиковые солдатики Но действительно Это такая просто Абстракция Можно на чем угодно Мериться Эти Шланда Это битва умов На самом деле Это битва Как-то сознания Не знаю Ну это можно прийти на Турнир Крупный по шахму Скать У вас Деревянные Фигурки Соревнования Сколько Сколько долларов Ничего себе Вот это призовые Я тоже Такая чудная Да А то что Туда салатики стоят Как ваш Весь набор Одна коробка Призы Кубок Да Вот поэтому Действительно Как бы здесь Над этим сменяться Бесполезно Оно так есть Но Кто-то по онлайн-играм Задротит Да У каждого свое Кто-то в теннис играет Не знает То есть В общем Если у вас есть какие-то амбиции По солдатикам Это нормально Не стесняйтесь И если у вас нет Тоже это не проблема На самом деле Значит у вас где-то Они лежат в другом Алексей любит Конверсии Поднимать Мне всегда что-то творить Короче у меня амбиции в творчестве Не могу Я хочу все время творить Я не могу сесть просто Типа не делать ничего Не знаю У меня вот Творческие просто лежат Немножко в другой сфере То есть я вот допустим X-HOME делаю Да Мне интересно разрабатывать что-то Да Я вот Скажем Свою игру делаю У меня там народ не играет Нет Прикольно Что как бы я могу Что-то создать И народу это интересно И что это работает Вот Надеюсь это Даже я думаю что у тебя Организация турниров Типа я такой организатор То есть это какая-то ну не знаю Ей А вы когда организовывали В Королеве турниры Что у вас Какие были вообще Мысли Почему вдруг захотелось Тогда вообще турнир Ровно справедливо Справедливо Это было очень давно Это было очень давно И неправда Это был между прочим Мой первый турнир Я помню И мой Ты меня напырил тогда Своими вендетами Я первый раз взял В Гвардии Мы с тобой играли На этом же турнире Да Первый раз взял Первый турнир На нём были все Не Ну у меня там Первый турнир Это был не первый Ну в смысле Что для меня допустим Он был первый Я помню Ну не помню Ну ты участвовал в организации Там был Бизон Там был Сашка Да Вот И ты тоже Организатор Ну в чём Ты играл в основном Мы там через раз Мы через раз там играли Ну тебе было интересно Или тебя просто Скажем Движуха просто Движуха тебе было интересно Создать турнир Какой за тебе Ты любишь Пати Как типичный Орг Я хочу С ребятами Всё так Понятно Ну плюс у нас там много народу своих было Королёвских Которые уже никто не играет Всех кто был на тех турнирах Кроме меня Действительно Я так вспоминаю Пытаюсь слиться Понятия Короче Спорт горит Как мне убили мою баржу Этого Векта Которые с Ким 13 14 С одного хита С хаммерхедов Кончик крылышка Доматидов Доматидовские Ещё были Которые тоже вроде уже зашли Приезжали И вот вы Ракалы Ты и Сёма В основном Да И Сёма И знак приезжал И даже корни приезжал Остал своим черно-белым Вот кстати Человеку Которого нет Вообще Никаких Хотя не знаю Возможно у него как-то искажённые амбиции Потому что Он принципиально ничего не красит Он принципиально ничего не выигрывает Не берёт крутые расписки Хотя может собрать их Он принципиально всегда У него риторика Я иду брать последнее место Вот он настроен Он как-то уже заранее Типа Отказывается от Любого вот этого Соревновательного элемента Вроде как Едет на турнир Мне не понять например Есть такие Давайте немножко обсудим Вот этих раков Людей Которые всё время Где-то на дне Возятся И у них нет ничего Ну тут как-то Знаешь вот Кому-то наверное Я на самом деле не верю Что кому-то совсем не дано Я всё равно считаю Что даже тот кто Ну совсем просто Дерево Вот такое вот Он всё равно должен Если он хочет Обучаться Всё равно может обучиться Он просто это будет делать Гораздо медленнее У кого данные изначально Хороше Он будет хуже адаптироваться К изменениям И медленнее гораздо Вот Но тем не менее он рано или поздно Может достигнуть уровня Потому что Скорее забьёт Ну просто да Тут высокая вероятность Что он забьёт Вот И плюс тут ещё Действует вариант Как бы кто на что готов идти Ради того Чтобы попробовать То есть кто-то готов там Ну типа много времени тратить Да там Закупать Красить Какие-то новые миньки Да там Кто-то может быть даже Менять армию готов Потому что ему надоело Проигрывать Да там или Скажем к своей существующей армии Докупать костыли какие-то Да вот как допустим В конце пятёрки Там Ульдар там почти не играл Ничего уже Вот И я чтобы хоть что-то из них Выжимать Я изобретал какие-то странные Комбинации с фортификациями С стоящими на крыше Чуваками Это начало шестёрки уже Ну начало шестёрки Начало шестёрки Пятёрки не было Ну типа ещё пятёрочный кодекс Короче но шестёрочный Уже Когда техника уже стала не нужна Она ещё Всё ещё была старая по кодексу То есть там типа Со странами Типа Голополя Которые дают Два результата на пробитие Выберенные меньшие Такой формат Да С предшествием хулпоинтов Это стало Да это вообще смешно стало Вот И как бы Вот Я допустим был готов Какие-то изобретать вещи И рано или поздно У меня Я дождался того момента Когда армия стала играть нормально Вот В принципе Ну гибать Понял Алексей Просто изобретать Ты дождёшься рано или поздно Ну я жду Четыре года уже Ну ты не изобретаешь Ты обнимать тебя же как Ну вот Димой изобретает Кстати да У него даже ничего получается Вот А ты А ты Отпустите меня Как в корове короче Отпустите меня Приходишь нища скрести Нет Я никогда не брал именно ты нища Чтобы вот Именно соснуть вот Все три партии Не раз такого я был Можно сказать так сделать Ачивка Ну Я тоже не понимаю То есть Как я говорил Интересная движуха Интересная партия В которой что происходит То есть ты просто отдаёшься Как бы в нуле изначально Не тебе Я думаю В чём интересно Не противнику не интересно Прийти испортить игры Трём людям Получить с этого Плюшку Прикол с Екатеринбургского рейпака Да В некоторых миссиях Было выгоднее Короче на первом ходу Просто убрать всё в резерв Вот Короче ты получаешь ноль Но оппонент получает очков пять Потому что он не успел ничего напармить То есть тоже такое короче Прийти и насрать Прийти и насрать Прийти и насрать Окей Ну типа если видишь То допустим ты всё равно бесполезно Да там у тебя настолько неровные силы Что какие-то там орки на коротких сторонах Имея второй ход против Тау Одних греченов поставил Одних греченов поставил Типа всё забей Типа на первый ход Не греченов нельзя Надо всё убирать Потому что он всё равно У него один ход будет в любом случае Потому что он успеет до конца пары ходов походить И какой нибудь марик на точке сделать И всё дальше А так тоже сходит Он и так и так сходит А так он у тебя может оставить этих греченов И всю оставшуюся удалю Клик К활омарная Гречены пойдут, подчардают рептаид и убьёт Пока они до него будут влетел Он нафармит майк Твард Так что такое Трама сту Короче есть целые команды Которые плавают над ним Есть оК Есть, которые постоянно на дне. Они же прямо пишут в названии, да? Скребущее дно. Донная фауна. Товарищ Митриус. То есть они даже не пытаются. Мне не понять. Меня бы самоуважение разыграло. Я бы ушел раньше, чем... Если бы я понимал, что я скребу по дну вообще без шансов. Хотя я не помню, чтобы у меня в жизни было такое, что я в чем-то настолько скребу по дну. Я бы просто это бросил, потому что как-то реально... Либо бы пытался что-то сделать. У Донной фауны есть свои моменты триумфа. Типа, а вот на этом турнире мы на одно место заняли выше, чем вот эти дольники. Вот эти вообще днари. А мы еще каракали. Да. Потому что я слышал эти разговоры. Не, ну это хоть какой-то. Когда ты как бы дивизионам ниже, чем топчики, то тебе все равно надо хоть как-то ЧСВ почашить. Тебя, кстати, еще не раз были на два дивизиона-то? Нет. Двигают вокруг люди и трясут, нет? В смысле трясут? Два дивизиона. Не, я вертел эти дивизионы, и я вообще считаю, что это неправильно. То есть вот, понимаешь, мне очень не нравится система, при которой ты как бы играешь одну игру, вот, и после этого тебе такой, знаешь, штамп в лоб такой вешает, дно. Знаешь, вот, и типа, все, и после этого ты, в принципе, если у тебя будет какие-то амбиции как раз, да, то ты можешь дальше просто не приходить. Вот, я считаю, это тупо, то есть... Двизионы при регистрации должны быть. Ну... А не после первой игры. Ну, хорошо, тогда сам в чем приходит? Ну, там в чем приходит с дном, да. Ну, вот, ты знаешь, у меня свои амбиции. Обыграть на рейд других. Не знаю, я бы не пошел. Форджин эрротиф, там у тебя другой рулпак. Если, короче, я не зафорджил на рейд, все, это ноль очко. Ну... Ты должен за каждое действие там ходер говорить там, или что-нибудь еще. Вот. И прочее. Не знаю, мне было бы вот... Я бы не пошел на турнир, где меня там заранее записали. Нет, ты сам записываешься. Сам. Я бы никогда не стал писать в нижний визион. Я записался в нижний визион на... Мне было бы не интересно. Как там это было? В Silent Revolution 2. Да, где лицо куратора, я там писался на первый. У меня не было как раз никаких... Лучше быть... На мой взгляд, лучше быть дном среди топчиков, чем наоборот. Так, а вот скажите мне, есть же такие люди, которые принципиально не выходят с новичковых турниров? Все время переползают с одного новичкового на другого. А ты знаешь, тут, короче, это разная категория людей. Просто есть люди, это вечные новички, которые как бы, ну типа играют редко, да, играют мало, не следят за тем, что происходит. Вот, и поэтому они как бы приходят, и каждый раз для них игра как новая. И действительно, каждый раз новички. Ну реально есть такие люди, я встречал таких и много. А есть те, кто фармит. Тут даже три категории. Есть те, кто действительно фармить туда приходят. Это как Волкер сейчас в единорог ходит, да, вот он просто ходит туда и... Ну там группа товарищей, мы не будем всех называть. Ну, действительно важно. Короче, ПКД просто вот так вот оттуда притаскает. В принципе, это тоже, ну как бы, а в чем его обвинять, собственно? Его туда допускают, допускают, какие вопросы? Ну вот он избегает, понимаешь, действительно челленджа и крутится... Почему избегает? Он же ходит на команднике, ходит. Почему он избегает челленджа? А сольников нет больших. Какие вопросы? Ну не знаю, что-то я вот из этой братья, никого на крупных турнирах действительно... Я знаю, что Волкер сейчас фармит, да, вот он участвует в команднике и вопросы. Я тоже приходил в единорог неоднократно, давно уж правда не был, но приходил. Вот. И как бы, это вот вторая категория людей. Есть еще третья категория людей, которые, ну, реально просто вечное, но я не знаю, что с ними не так. Я не буду показывать пальцем, но я таких людей знаю, ни одного. Вот, поэтому так, то есть они реально, вот они из раза в раз играют очень херово. Вот, ну, и как бы такое ощущение, что обучаемость отсутствует. И потом супер премии всех по именам, в принципе. В платиной подписочки. На самом деле, я думаю, что это люди, которых нет времени на это. Им нравится Ваха, но они не готовы. Нет, они играют, много играют. Ну, ты как бы часто их видишь, но они все время где-то на дне. Вот. То есть почему, из-за чего, причем это не всегда даже донные армии, это бывает нормальные армии. Вот. То есть это не принципиально какая-то там донная расписка тоже. То есть вроде он играет чем-то нормально, но все равно почему-то он на дне находится. То есть таких идей я видел, вот этого я вообще не знаю. То есть, ну, как бы... Просто, ну, может быть, действительно не для всех это дело. Хотя я в это все равно не очень верю. Кстати, вот на тему вообще еще... Такая тема, как обучение вообще бывает, да? Где-то я читал, есть прикольное какое-то название, забыл, честно говоря, как оно идет. Короче, есть какое-то чувство, вот, которое испытывает как бы учитель, когда ученик что-то добивается. Вот. И типа это очень, ну, крутое с точки зрения эмоций, да, какое-то ощущение. Забыл, как оно называется. У него есть какое-то прямо научное название. Вот, значит. И это присутствует много где. То есть вот ты, допустим, там в онлайн игре кого-то что-то научил, да? Или там показал кому-то, как пырить кого-то в каком-то файте. И он потом научился кого-нибудь напырить. А потом... Это я научил тебя напырил. Да, это я напырил. Ты такой, fuck, я ученик, произошел учителя, там, знаешь, вот. Вот. И это тоже прикольно. И, в принципе, допустим, мне тоже придет в той же вахе обучать кого-то, да? Что-то покажет. Кого ты научил, кто потом всех напырил? Никого. Настолько я этим не занимался. Нет. Настолько этим не занимался. Хотя я не знаю, но вон я с Дим и Джеком играл же первые партии. Ничего я там показывал, не рассказал. Тут просто, как бы, в основном, народ сам учится больше, чем... Ну, знаешь, вот тоже тут непонятно в этом плане, как следить. Вот ко мне приходили люди в 3-9 на обучающие вечера. Сейчас они там в каких-то командах тут играют. Ну, да, да, да. Какая моя роль была, они вообще непонятны, на самом деле. Я думаю, что человек, как бы, я мог дать, что мог, да? Человек сам научился. У меня, на самом деле, есть желание, да, рано или поздно открыть, ну, типа, как лавочку по прям курсам, не знаю, этого делать. Где же это я такой... Грейв вам так делал уже, да? Ну, почти Грейв. Почти Грейв. То, что Грейв, но... Грейв курючка. Другой, другой, другой Грейв, да. Вот. Ну, почему бы и нет, собственно. Я считаю, у меня достаточно опыта, чтобы кому-то что-то действительно обучить. Тем более, если это игра «Зельдара» или «Тёмных Эльдар». Ну, я тебе скажу, что это очень... Короче, вот одна из вещей, которая несколько лет назад немножко подрубила мне Ваху, это именно обучающие игры. Когда я в 3-9-м два месяца побоучал людей, когда приходили, только я вот это... 750 одними и те же растирами расписывал, а там было уже вообще насрать, что происходит на столе. Это сюда, это сюда, это сюда, да, вот это. Какой должен кинуть бросочек? Ага, 3+. Молодец. Давай. И всё. Слушай, я чаще вчера делаю уже явно не меньше и, наверное, даже больше, чем ты. Я как бы уже провёл столько, что... Я в Казань ездил, показывал. Я, конечно, двое суток в Казани на... там самом... На Диланд Коне я сидел и показывал солдатиков. Вот с нон-стопом. Вот с утра и до вечера. Ага. В 11 пришёл или в 9 вечера ушёл. Вот. Ничего, это было прикольно. Я не могу сказать, что это было плохо. Мне нравится обучать, мне нравится показывать. Это интересно. Такое у тебя сверло в жопе прям завидно даже становится. Ну, слушай, вот зато, допустим, вот то, что вот ты сейчас делаешь, да, вот эти вот все ролики и т.д. Мне пипец как ломает, короче. Что-то монтировать, что-то снимать. Ты же пытался. Я пытался, но мне просто не хватает на это терпение. То есть я понимаю, что... Я сижу такой... Твою мать, короче, знаешь, вынимать это всё говно, короче, заряжать его, типа, ставить там, что-то вымерять. Потом, знаешь, это всё надо, типа, на флешку сюда, с флешки туда, там, что-то скопировать. А если, не дай бог, ещё и приехать куда-то надо... Как раз... Короче, я так не могу, да. Что мы такие, все разные, и все на своих местах делаем то, что нужно. Да, да. Да, да. Я могу позвать тебя, допустим, и что-нибудь поснимать. Вот это офигенно. Да. А ты чем занят? Напомни, в Монголии поднимают спутники. Спутники, да. Как космонавтику. Орочи эти самые. Тихо-тихо, не раскрывайте. Да, да, это самое, Марсианин, смотрел? Нет. Картошку выращивать на дерьме? Да, будешь картошку на дерьме. В Монголии, да? Чего, да почти как на Марсе, короче. Почему нет? На Марсе негров нет. Ну, здесь ему своё время. Нет, не надо. Короче, друзья, как-то так. Все свои мысли мы изложили. Пишите, пожалуйста, что у вас. Какие вообще амбиции есть в Ахе или нет? Что вам хочется, где вам хочется стать лучше? Быть лучше остальных, показать длину своего болта в Ахе или где-то ещё? Или нигде. Или нигде. Или в Ахе. Мне кажется, что почти у всех есть что-то, где они... Ну да, это как это... Выяснение, кто не дрочит-то. Оказывается, как-то... Каждый... Каждый, да. Как сам хочет, но тем не менее. Всем спасибо. До встречи в следующий раз. Все свободны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok